Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное экстренное включение, поскольку у нас есть экстренные новости. И новость у нас очередная, как вы видели уже из заголовка, про Huawei. Дело в том, что появились новые версии Huawei Mate 40 Pro и Mate 40E с предустановленной Harmony OS на борту. Как вы уже, наверное, ранее видели, надеюсь, что видели, либо просто уже где-то слышали, что в начале месяца, а именно 2-го числа, Huawei представил свою новую операционную систему Harmony OS и представил уже на них планшеты и часы, уже в данный момент в продаже, а именно Huawei Watch 3, которые работают с Harmony OS на борту и являются, по факту, смарт-часами. То, чего, в принципе, не было до этого. С выходом новой операционной системы они уже ранее анонсировали, что выйдут новые смартфоны, такие как Huawei Mate 40 Pro, Mate 40E, Mate X 2 и Nova 8 Pro. И на данный момент в Китае можно уже приобрести Huawei Mate 40 Pro и Mate 40E с Harmony OS на борту. Казалось бы, почему нельзя накатить на старые девайсы Harmony OS? Возможно, это возможно, тавтология, но я думаю, что нет, поскольку новые девайсы представлены с чипом 4G. В этом же, дружочке, у нас чип 5G и со смягченными условиями по санкциям Huawei имеет право ставить Google сервисы на девайсы с чипом 4G. То есть новые девайсы будут обладать Google сервисами. И еще один плюс, то, что смартфоны будут стоить дешевле. Смартфоны на чипах 4G по факту стоят дешевле. И скажу я вам честно, у меня в моем регионе 5G работает, и я лишний раз его выключаю, поскольку никакого прироста по скорости нет, но батарейка жрется гораздо быстрее, чем на сети 4-го поколения. Huawei уже ранее заявляла, что новые Huawei Mate 40 Pro, Mate 40E и Nova 8 Pro можно будет приобрести в Китае 18 июня. То есть уже как третий день вы, если вы в Китае, вы можете приобрести эти девайсы. Единственное, что Huawei Nova 8 Pro будет работать с MUI 11, а не Harmony OS. И будет иметь тоже чип 4G. Тем самым на нем будут предустановлены Google сервисы. Но это не точно. Поговорим о ценнике. Да, сейчас зачитаю вам прайс-лист новых девайсов. Huawei Mate 40 Pro 4G с 8 гигабайтами рамы и 128 гигабайтов встроенной памяти стоит 945 долларов. Можно было купить только 256 гигов встроенной памяти. И да, они тоже так же продаются. То есть 8 оперативной и 256 гигабайтов встроенной памяти будет стоить 1025 долларов. Что в принципе уже дешевле, чем нынше в Европе. Сейчас стоит вот этот девайс до сих пор 1200 долларов. Ну конечно можно приобрести скидочки, всякие подарочки получить. То все равно дешевле тысячи купить его не получится. Huawei Mate 40E 4G с 8 гигабайтами оперативной и 128 встроенной стоит 650 долларов. Он в принципе по дизайну такой же как этот, но только лишен некоторых фишек. Таких как супер быстрая зарядка. Зарядка у него будет 40 ватт вместо 66. Будет убран топ-сенсор, будет просто камера одна. Диагональ экрана будет составлять меньше 6,5 будет вместо 6, округлую 6,8. Камера походу, если я не ошибаюсь, немножечко похуже, чем у этого девайса. Как минимум фронтальная. Также Huawei Mate 40E, то есть это облегченная версия, 256 гигабайт будет стоить 720 долларов. Ну а нова с малой памятью будет стоить 575, а с большей памятью 635 долларов по китайским ценам. Да, я буду надеяться, что в Европу эти смартфоны также доедут. Как минимум Huawei Mate 40 Pro. Обменять, конечно, у меня его не получится. Скорее всего, мне придется пользоваться этим девайсом с MUI. Но, конечно, буду надеяться, что в скором будущем и эти смартфоны обновят на Harmony OS. Поскольку за неполную неделю, как уже написано в статистике, за неполную неделю Harmony OS 2.0 уже установила на 10 миллионов смартфонов в Китае. То есть есть небольшой нюантик. В Китае Google сервисы, в принципе, не панацея. У них есть и свой магазин приложений, и, в принципе, они от Google сервисов не зависят, так как мы. Да, и при этом переход с Android и MUI 11 на Harmony OS 2.0 происходит как обычное обновление прошивки. Да, как я читал в Huaweiском паблике, некоторые люди там выставляли фото, обновляли свои предыдущие девайсы, такие как Mate 30 и Mate 20. У них оно прилетало как простое обновление, и они скидывали то есть скрин с MUI на Harmony OS. Люди, в принципе, оставались довольными. Да, ну а ты напиши в комментариях, что ты думаешь о новых смартфонах с чипами 4G. Да, ну а у меня на сегодня все. Желаю тебе, как всегда, всего хорошего и до свидания.